Одноногий танцор из Минуты Славы оценил номер Самойловой. Танцор-инвалид Евгений Смирнов из шоу Минута Славы высказался о представительнице России на Евровидении 2017 Юлии Самойловой. Молодой человек считает, что у нее очень красивый голос. Многие преданные поклонники конкурса Евровидения выразили надежду, что агрессивные и безумные провокаторы в Киеве не полезут с кулаками и тухлыми яйцами на хрупкую девушку-инвалида, испугаются карой небесной. Однако Евгений считает, что это не препятствие для злодеев. Я очень надеюсь, что выбор Юлии как исполнителя шел от души. Если же это был просто пиар, то мне было бы очень жаль. Честно говоря, я думаю, что если кому-то на Украине захочется как-то укусить нашего исполнителя, то инвалидность не остановит, предположил Смирнов. Однако танцор верит в лучшее. Все-таки я надеюсь, что такого не будет, потому что это европейский конкурс и где бы он ни проходил, он приносит свою атмосферу и традиции. А как вы понимаете, в Европе отношение к инвалидам, да и вообще к людям совсем другое. Там считается, что если человек к чему-то стремится, его нужно поддержать, отметил Евгений. С Юлией он пока не знаком. Слышал, как она поет. Считаю, что у нее очень красивый голос, профессиональная манера исполнения. Не жалеет комплиментов для Самойлова Смирнов. Молодой человек убежден, что между его недопониманием с судьями минуты славы и поездкой Юлии на Евровидении нет совершенно никакой связи. Не знаю, насколько выбор подстегнула моя ситуация. Не хочу больше это обсуждать. Я для себя уже отпустил ее после того, как ушел с шоу, отмахнулся от скандала с Литвиновой и Познером Смирнов. Даже если как-то повлиял этот конфликт, я только рад. По мнению Евгения, инвалиды должны появляться на конкурсах, потому что это помогает формировать доступную среду и менять отношения к ним. Людям с ограниченными возможностями на данный момент очень тяжело жить в России. Пока мы мало встречаем инвалидов даже на улице, не говоря уже о каких-либо рабочих ситуациях. Я прошел через поиски работы в Краснодаре, и это было очень неприятно, когда мне отказывали, потому что я вот такой, цитирует танцора сайт Московский комсомолец. И нужно показывать постоянно людям, что инвалиды могут творить, танцевать, рисовать, петь и работать. Репортеры связались также с незрячей уличной певицей Юлией Дьяковой. Она тоже не считает Самойлову неуязвимой. Не надо смешивать политику и песни на Украине или где-то еще. Если вас захотят травить, никакая инвалидность не спасет. Может быть, инвалидность даже подстегнет негативные отношения. Например, я читала, что писали в интернете после победы Даниила Плужникова на голосе. «Ужас! Сколько грязи!» – посетовала Дьякова. Артистка сообщила, что имеет представление о конкурсе. «Я смотрела одна Евровидение, когда выступала Кончита Вурс. Точнее, слушала. Как она выглядит и кто это вообще, я не поняла. Разумеется, но я бы не за выступление сразу дала первое место», – призналась Дьякова. Незрячая певица советует всем слушать песни и вникать в их смысл, а не обсуждать внешность, ориентацию или состояние здоровья исполнителя. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok